Мышонок и карандаш Жил-был на столе у Вовы карандаш. Однажды, когда Вова спал, на стол забрался мышонок. Увидел карандаш, схватил и потащил к себе в норку. «Отпусти меня, пожалуйста!» – взмолился карандаш. «Зачем я тебе нужен? Я деревянный, и меня нельзя есть!» «Я тебя буду грызть!» – сказал мышонок. «У меня тесутся зубы, и я всё время должен что-нибудь грызть!» «Вот так!» И мышонок очень больно укусил карандаш. «Ой!» – сказал карандаш. «Подай мне в последний раз что-нибудь нарисовать, потом делай, что хочешь!» «Так и быть!» – согласился мышонок. «Рисуй! Но потом я всё равно тебя изгрызу на мелкие кусочки!» Вздохнул тяжело карандаш и нарисовал кружок. «О-о-о! Это сыр!» – спросил мышонок. «Может быть и сыр!» – сказал карандаш и нарисовал ещё три маленьких кружочка. «Ну, конечно, сыр! А это дырочки в нём!» – догадался мышонок. «Может быть и дырочки!» Согласился карандаш и нарисовал ещё один большой кружок. «О-о-о! Это же яблоко!» – сказал мышонок. «Может быть и яблоко!» – сказал карандаш и нарисовал несколько вот таких длинных кружочков. «Ой, я знаю! Это сардельки!» – закричал, облизываясь мышонок. «Ну, кончай ты скорее! У меня ужасно тесутся зубы!» «Подожди минуточку!» – сказал карандаш. И когда он начал рисовать вот эти уголки, мышонок закричал. «Это походы на ку... О-о-о! Не рисуй, не рисуй больше!» А карандаш уже нарисовал большие усы. «Да это ты настоящая козка!» – пискнул испуганный мышонок. «Спасите!» – и бросился к себе в норку. С той поры мышонок коту до носу не показывал. А карандаш у Вовы до сих пор живет. Только он стал вот какой маленький. И ты своим карандашом попробуй нарисовать такую кошку на страх мышатам.